По преданию, с этого холма вознесся на небо на огненной колеснице Илья Пророк. С этой точки и началось наше знакомство с местом крещения Иисуса Христа. По территории Иорданского Хошемитского королевства проходит раннехристианский паломнический маршрут. Уровень реки Иордан в последние годы значительно упал. Естественная граница между Иорданией и Палестиной превратилась в эту тонкую ленту. Место, где жил Иоанн Креститель и был крещен Иисус, Вифани за Иорданом, было давно известно из Библии, из византийских и средневековых текстов. В 1996 году в результате археологических раскопок, проведенных международной группой ученых, было установлено, что оно находилось на восточном берегу реки Иордан. Река 2000 лет назад протекала здесь. После окончания раскопок это место было официально признанно Ватиканом как место крещения Иисуса Христа. В 2000 году здесь побывал Папа Римский. Географически самое низкое место на Земле считается и самым высоким. Здесь перед Богом равны все люди, принадлежащие к разным социальным статусам и исповедующие разные религии. Дальнейшие исследования показали, что на этом месте были построены три церкви. Первая из них возвышалась над землей на специальных арках, в избежание разрушения при разливах Иордана. Главный инженер места крещения Иисуса и начальник комиссии, мусульманин Зайдун Аль-Джамаль, здесь с начала раскопок. Он гордится тем, что ему выпала честь работать во благое укрепление мира и уверен, что Святая Земля – это символ, который призван работать для всех нас и для всего человечества. Счастливый случай помог отыскать историческую мраморную плиту в форме квадрата – основу греческой колонны, которая была установлена в том месте реки, где Иоанн Претеча крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Она была найдена во время исследования развалин Византийской церкви. Ступени от нее спускались прямо в Иордан. Церковь Иоанна Крестителя – единственный православный храм, расположенный в самой низкой точке планеты. Строили церковь на средства правительства Иордании. И первой камень в ее основании заложила мать короля Абдалы, принцесса Мона. Имперьер оборудовала греческая церковь, а золото, покрывающее купол и крест – подарок русской православной церкви. Ступени ведут вниз, к святым водам реки, где произошло крещение. Напротив, на западном берегу реки Иордан, палестинская автономия под контролем Израиля. Несмотря на то, что при Киордан проходит государственная граница, здесь очень тихо и спокойно. Нельзя не учесть и тот факт, что Иордания, государство мусульманское, уделяет столь серьезное внимание христианским памятникам. И святое место дарит удивительное умиротворение и вселяет надежду на то, что здесь всегда будет мир и благодать, согласие и взаимопонимание между религиями и народами всей Земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok